Великолепный пример Великолепный пример Человек не знает, где у него будет удача, а где будет отсутствовать Великолепный пример Великолепный пример В такой тяжелейшей обстановке выросло пятерых детей У нас ничего не было И откровенно говоря, она сумела Своим трудом Вот она работала И где-то создала вот эту атмосферу Знаете, любви к ней Вот эта Примечательная женщина Сулахана И все мы старались Ее обрадовать Чтобы в конце жизни Она была счастлива Мы жили в Молчаливо Потому что 20 лет Когда мне один человек не пришел Не было у нас в доме Мы не были окружены вниманием Мы не были Вот Соучастниками этой жизни Мы были отброшены В совершенно другую категорию людей С нами не здоровались И не общались Все это было гораздо сложнее Психологически Поэтому в этом отношении Каждый день в жизни был для нас подарок Подарок То, что произошло с моим отцом И с семьей нашей Это все остается Чувство вины Она всегда присутствовала И самое главное Только надежда была на самого себя Самое главное Что это не озлобило нас Наоборот Это дало возможность Где-то понимать людей Чувствовать людей Любых обстоятельств Я в Баку приехал в 57-м году После учебы Здесь же в 58-м году Состоялся съезд И меня избрали Заместителем председателя Союза художников Азербайджана И я втянулся Вот в эту общественную работу В 73-м году В Москве Я будучи делегатом От Азербайджана На съезде художников В СССР Меня избирают Там на пост Первого секретаря Союза художников Это Я не уехал из Баку Меня избрали там Когда говорят Вот он уехал Это не про меня Это не про меня С фактой у меня Дипломная работа была Ремонтики были написаны Связаны вот с моими чувствами Вот проведены На нефтяных камня Месяц Два я жил Среди этих людей Какие там краски Могут быть Суровые краски Суровая жизнь Вот у меня портрет Нефтяника У него был Красный муштук Из-за этого Красного муштука Я и написал Этот портрет Потому что Вот сочетание Лица Темного И этого красного Дало решение Вот соединение Черного Белого И Небольшой дозы Красного Она дала Видимо Акцент какой-то И все это состоялось Вот внизу У меня в мастерской Висит Этюд С натуры Которую я сделал Скоро Скоро И я был у него дома И я пришел С холстом С красками И он мне позировал На фоне рояля Когда он Сел Обыкновенно Это Меня не устраивало Я попросил Тогда его Может быть Скоро У вас есть Белый свитер И он сказал Да Есть Но Татьяна Николаевна Мне выдает их По праздникам И когда он Надел свитер Представляете Все состоялось Черный рояль Здесь белый свитер И вот Вот эта Пружинистая Спина На рояле Лежали ноты Какие И там Красная полоска Но я Замерял Эту работу Потом По золотому Сечению По Математик Видимо По чувству Я сделал Один Котнам Расработающий Это В другом Ключе Я сделал В карте В 98 Году Я здесь Вот Познакомился В Баку Я ходил На его Мастер-классы Вот И потихоньку Я работал Тогда Я делал Какие-то Наброски И Потом Я его Попросил И Он Не позировал А делал Вот здесь Вот Набросок Первый Набросок Этого Портрета Я писал Вот Портреты Выдающихся Людей Вот Дмитрия Шостаковича Замечательный Вот Портрет Моего друга Бориса Ефимова Вот Я писал Портрет Нашего Замечательного Поэта Сатирика Бирза Алифер Сабира Вот Я писал Портрет Красула Розы Я Дружил С Виктор Амиров И Было Прекрасно Что Я написал Его портрет Кара-кара В белой Рубашке А он Красный Вот этот Балет Который Мы Недавно Создали И Это было Приятно Общественная работа Всегда меня обогащала Это встреча с людьми Это Поездки Это Знакомство С новым миру Все это Очень интересно И все это Играет Оказывается роль Каждый Человек Держит Вот этот Баланс Между Делами Своими Творческими И между Общественными И встречами Вот Которые Происходят У него В жизни Нельзя Так Думать Что Если Я Не пойду На Какое-то Общественное Мероприятие То Я Что-то Больше Создам И Бывает Такого Мероприятие Сами Сами Вы Не Сможете Меня Найти Потому Что Идет Творческая Работа И Серьезно Поэтому В этом Плане Я Хочу Сказать Надо Умело Время Этот Наброс Потом Увеличил В новом Качестве Я ее вижу Ну Какой-то Или Плассика Интересная Или Само Движение Это Необычное Женская Красота Вечная Тема Вечная Тема И Эта Женская Красота Относится К категории Вечного Прикоснется Я думаю Можно Потерять И Интерес Это В этом Отношении Это Прикосновение Для того Чтобы Узнать И Почувствовать И Видимо Вот Это Понимание Формы Понимание Красоты Природы Это Великая Задача Я И скажу Из этих Позиций Айдан Например Она Неожиданно Пришла Ко мне В мастерскую Когда я Работал Совершенно Другой Вещей И Она Была Вот Так Одета И Тут же Было Принято Решение Ее Написать Этот Портрет Вот Он Весит Так Третьяковский Греет Не Зашла Бы Она Не Поднялась Бо Ко мне В мастерскую Не Известно Когда Меня Попросили Вот Академия Художеств О том Чтобы Помочь Я Сюда Вот Себет И Я Каждый Год Приезжаю Уже Пятый Честой Год Веду Государственные Экзамены И Мне Приятно Мне Приятно Что Будущее Азербайзанского Искусства Будет Находиться На Надежных Рыбках Годы Уходят И Откровенно Говоря Иногда Думаешь Вот Общественная Работа Творческая Работа Вот Это Вот Как Это Совместить Но Я вам Скажу Нужны Были Какие-то Моменты Осмысления Пройденного Пути На Дорах Стал Родным Местом Родным Местом Я Каждое Лето На Северный 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 Год Каждый Год Приезжаю Сюда На Два Три Месяца Я Здесь Работаю Мне Здесь Комфортно Я Другого Отдыха Не Представляю Работа 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 Мори Люди Окружающий Пейзаж Все это Приобрело Для меня Огромное Цель Огромное Цель И у меня Другая Другая Я делал Секлодор Я делал Картину Я писал Здесь На Терморте И вы знаете Этот Целый Мир Открылся Для меня Совершенно Какое-то Необыкновенное И Серьезное И Какая-то Линия Творчества Слово Нардаран В Москве Знаете По моим Произведения Портреты Вот Представители Фауны Это Интересно Вы знаете Когда Начинаешь Приглядывать Вот Цветам К формам Вот Создание Природы Когда Начинаешь Вглядывать Ты Видишь Насколько Мир Бога Н palabras Нельзя Каждый раз Прокидывать Палитру на холст каждый раз я пользуюсь красками для того, чтобы больше выразить содержание для того, чтобы больше выразить я решаю то, что как я делюсь замысел фильма зародился, когда год до этого, в 9-м году я делал фильм про Еврана Косумова нашего писателя и там он рассказывал о нем Хая Мерзазаде Олжа Сулейменов и так далее и тогда я сказал, что когда мы делали фильм он говорил, нет я говорю, давайте сделаем он говорит, давайте появилась такая идея ну, Министерство культуры как это не часто бывает пошла навстречу и мне удалось снять вот такой фильм да, фильм был показан на международном кинофестивале «Зеркало» это имя Андрея Тарковского в 11-м году и получил там диплом это на французском а во Франции да, фильм показывали во Франции 27-28 вот в конце февраля этого года там была большая выставка Тайра Салахова приуроченная его юбилею в 85-м веке и фильм показывали там вот так, что кольцом то есть на протяжении всей выставки в одном из залах вытили эту картину вот так как проходили съемки? что-нибудь интересное было во время? во время? да вообще общение с этим человеком все очень интересно потому что он очень такая неординарная личность как-то очень давно в Баку были великие два итальянца Микеланджело, Антониони и Тайна Гуэра мне посчастливых их сопровождать и на пресс-конференции Антониони задали вопрос кого из молодых итальянских режиссеров вы предпочитаете? он назвал Феллини Бертолуччи то есть далеко по возрасту немолодых людей немолодых режиссеров и сказал, что в творчестве нет возраста есть люди, которые есть им что сказать а есть люди, которым нечего сказать вот я через 30 лет заново так сказать осознал это высказание великого итальянского режиссера когда общался с Аллахом он молод не то что душой там и тем он весь в поисках поэтому это самое интересное и самое важное качество художники независимо от того он писатель поэт, профессор там и композитор всегда состоявшихся людей в искусстве их называют художниками или поэт например так скажем так что очень интересно было просто с ним общаться ну потом были застолья тоже ну они тоже имеют свое очарование но самое интересное опять-таки я говорил процесс продажи я закончил высшие двухгодичные курсы сценаристов в режиссерском отделении у меня мастер мета который экипаж снимал звонят откройте дверь он ученик рома так что я по диплому режиссер режиссер игрового кино но я делаю документальные фильмы надеюсь определенные причины но я могу спокойно сделать игровую картину потому что у меня есть большой опыт работы в игровом кино я работал ассистентом вторым режиссером в игровом кино и в общем учился у такого мастера лучшего мастера кстати он режиссер не самый лучший был и в Советском Союзе и в России но педагог он лучший это мнение специалиста так что игровое кино но время наверное окажет у меня вы знаете был такой журнал монитор но его редактор обед к сожалению конечно логический случай с ним был его убили а он был такой оппозиционный журнал я вообще мало читаю журнал и как мне звонит один мой товарищ и говорит что про тебя в мониторе написали я думаю что я такое сделал чтобы монитор обо мне писал потому что они оттого писали о людях должностных богатых и прочих которые чем-то на их зад повинились я ему говорю что слушай а что монитор променяет я же ничего такого не натворил он говорит тебя толпают это еще хуже я прочитал действительно я сделал фильм о Мстиславе Остроповиче точнее о бакинском периоде жизни его и отца и когда была презентация в доме кино девушка была из монитора и она написала такую очень теплую ретензию там отсветила эти мероприятия и написала что этому режиссеру характерно делать фильмы о людях знаковой фигуры то есть я никогда не снимал фильм о политических деятелях причем то что у меня есть нормальные достойные люди есть и другие так сказать а так действительно знаковая фигура вот сегодня день рождения генерала Шетлинского мы все идем с этого мероприятия кстати приятно что в французском доме это происходит сейчас он первый азербайджанец который получил орден почетного легиона мало того офицерский крест причем которому получил лично президент франции Раймон Куан Каэм это было 1913 я сделал о нем у меня был фильм о великом нашим ученым с мировым именем Юсипом о медали когда его было 100 лет почему это все спонсорские фильмы не государство так сказать это самое вот потом ну вот я назвал Ибран Касумов Ростроповичи вот были писатели у нас Иса Гусейнов недавно мы его потеряли о нем очень интересный на мой взгляд фильм портрет обесмаривши был фильм в общем вот так были если фильмы портреты имеете ввиду о поселениях немцев ну это отдельный тем да была бакинская архитектура немцев в Азербайджане польская архитектура другой фильм проблемы Чариша Ариевича в 1999 году я поднял эту проблему языком кино и там он назывался размышлений на 8,5 минут потом похватили что да еще вещая стали застраивать и пошла такая компания что было да очень хорошо были знакомы и я и он хотел чтобы мы это самое ну так получилось что Уктай Бабазаде раньше стал этой темой заниматься и поэтому как-то неудобно было так сказать Уктай уже начал заниматься этим и сделал о нем довольно любопытую картину так сказать там тоже оператор фильма кстати то рула на ремонт вот Адель Абазов которым мы работаем на ремонт А как Вы относитесь к комиссиону похороненных в Афранции? Ну Вы знаете это уже решать семье вот сейчас тоже там есть некоторые умы с низким интеллектом в Азербайджане которые считают что генерала Шиклинского надо перезахоронить Балерию подсказного захоронения у кого-то там лежат люди а здесь не лежат люди тем более человек замечал похороните меня на старом кладбище рядом живой и так далее потом это противоречит нормам ислама в Азербайджане не принято перезахоронять если конечно он не в Париже был бы допустим или в России или где-то и решили его перенести вот поэтому ну раз так решила супруга ну сын там несовершеннолетний нам бы хотелось конечно чтобы он был бы Баку чтобы люди которые все-таки в Париже его знало намного меньше людей чем Баку и с определенными людьми в этом городе в этой республике его больше связывало вот ходили бы на могилу наверное чуть чаще ну конечно раз он здесь родился бывать ему ну семья так решила там с дочкой были небольшие тренинги но потом они пришли к мирному историю мама францужен и так но он тоже гражданин его брат Видадей он вообще родился в Каннах видите Канна не то в Каннах не то в Митце по-моему нет в Каннах все-таки да вот так вот так Таурул тоже был очень интересный а достоинство стало то что это не вошло фильм потому что это был из другой оперы Лимон как-то задривался это у меня на Девиками есть насчет Мирджавада Драфи Мирджавада видите он сказал что они фанатики своей профессии то есть он не считает что он 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 струнный человек они вот фанатики они к этому жили вот вот здесь сколько времени было для снять этого а вы знаете я снял его быстрее но Таурул приезжает уезжает и потом хотелось охватить разные периоды первый раз мы должны были это был 2010 год мы должны были снимать период а он он постоянно ищет приезжает что и в общем наконец он приехал в мае как сейчас помню это было 17 мая мы договорили что он сказал ну я могу вам уделить только два часа не больше я говорю ну хорошо мы будем работать пришли там все я сказал как мы договорились он говорит что я вам уделю два часа я вытаскиваю ему свой паспорт так сказать вот там у меня завтра день рождения значит еще один час он согласился хорошо потом его это дело в дело понравилось и он стал он не любитель давать интервью я просто его обманул я сказал что мы вас не снимаем не главное ваш голос записать а потом это все будет закат такой рассказ ну вот положили бы дальше потому что он немного не то что он не любит есть люди они судовосием говорят есть люди так сказать больше любят рисовать очень хорошие музыкальные направления да это знаете мой конек есть люди которые они там в монтаже я когда начинаю картину я прихожу в музыкальдар и говорю подготовить он говорит что слушай да как я говорю все подходит потому что фильм надо как-то направление нет я уже заранее знаю какая будет музыка фильм надо это очень трудно надо постараться до того как начинаешь работать над фильмом его увидеть его услышать услышать его ритм все стилистики и так далее вот музыку я всегда даю у меня отдельно с музыкой всегда все получается не знаю как рассказывать все прекрасно ну замечательно спасибо спасибо вам огромное ну что вы очень хорошо знаком и последние годы он мне рассказывал то что мало кто знает даже член его семьи ну сочли нужным так советом у меня с министерством и с отделом кино нет никаких отношений в последние годы по определенным причинам но дело не в этом на будущий год семидесятилетия дня победы у меня есть готовый сценарий давно написан очень такое любопытное об очень очень интересном человеке и очень очень знаковой фигурой это Зьябуня потому что фильм если состоится он будет состоять из трех десятиминутных частей герой ученый академик и политик да и оверх он может с его с другом встречались там он будет построен на определенных интересах ну это уже как получится не с государством кое с кем ведем переговоры если получится значит получится спасибо а когда не реализовываешь одни идеи появляются дом видите так что и так возникает о ком вы еще хотели смыть ну я бы не хотел об этом говорить потому что хорошо об этом говорить когда уже как говорят рыбаки когда клюют если не клюют есть интересные у нас есть великий человек первый министр газовой промышленности СССР Савид Натальевич Оручин это из фильмов портретов я имею в виду там очень интересная биография очень интересная очень интересная колоритная личность и наш художник Генри есть приметы такие? я люблю 15 лет потому что сколько бы вы не умножали всегда 9 с с с а с с